Некоторые из бесплатных файлов загрузки, которые я выложил на ControlPaint.com, нуждаются в объяснении. И так как я не любитель инструкций, я предпочитаю создать небольшое видео, чтобы на примере объяснить, как пользоваться этими инструментами. В этом видео я расскажу о том, как пользоваться пакетом кистей из набора пулемет, Machine Gun. Я считаю, что пользовательские кисти это крайнее средство. Их стоит использовать в тех случаях, когда ручная прорисовка была бы слишком нудной и затратной. И в одно время у меня было много работы над пулеметными лентами и гильзами. Тогда я решил создать для работы несколько пользовательских кистей. Первая кисть была нужна для создания пулеметной ленты. Итак, я выбираю черный цвет, чтобы показать принцип работы на силуэтах. Всегда можно добавить освещение и краски после, но прежде стоит поработать с формой. Эта кисть управляется параметром предварительное ориентирование, Initial Direction. То есть начальное направление мазка определяет угол, относительно которого все остальные снаряды будут параллельны. Попробуйте поэкспериментировать с этим инструментом, и вы поймете, о чем я говорю. Когда вы работаете с этим инструментом, лучше установить нажим по максимуму. Лучше всего выбрать 100%. Следующую кисть я создал, когда понял, что я клонирую отдельные гильзы и меняю их положение при помощи инструмента свободное трансформирование, Free Transform Tool, чтобы создавался эффект, что они хаотично летят в воздухе, и процесс ручной обработки был реально слишком медленным. Так как эта кисть используется в случайных значений, особых объяснений не требуется. Поэтому установите нажим на 100%, выберите темный цвет и начните работать с ней. И как вы видите, размеры, форма и угол даже гильз фарьируются. И если вам нужно, чтобы гильзы летели более линейно, вам стоит поменять несколько параметров в параметрах гильза. Во-первых, уменьшите разброс, Scattering. Это сделает линию гильз более прямой. Кроме того, в параметре динамика формы Shape Dynamics вы можете уменьшить параметр колебания угла, Angle Jitter. И, наконец, в параметрах формы кончика кисти Brush Tip Shape вы можете поменять направление гильз, чтобы развернуть их так, как вам хочется. Именно так создается более линейный эффект. И, наконец, я создал кисть для создания дульного пламени. Чтобы использовать эту кисть по назначению, нужно установить режим наложения так, осветление, Screen. Я предпочитаю использовать оранжевый цвет средних тонов. Смотрите. И при помощи режима осветления вы сможете получить нужное вам освещение. Чтобы поменять угол кисти, вам нужно открыть меню Brush Tip Shape и указать направление так, чтобы стрелка указывала в противоположную стволу пулемета. Убедитесь, что она параллельна стволу. И затем можно начинать рисовать. Я лишь удалю лишнюю краску около ствола пулемета. Ну вот, все готово. Создать дульное пламя оказалось быстро и легко. Еще раз подчеркну, что такие кисти нужно использовать бережно и с толком. Пользовательские кисти, как правило, стоит использовать только как решение для визуальных задач, которые вы не можете разрешить обычными кистями. Но определенные задачи, тем не менее, куда быстрее и легче выполнить, если использовать подходящие пользовательские кисти. Желаю удачи в работе с кистями и надеюсь, использование этих кистей подтолкнет вас к созданию собственных. Продолжение следует...